А теперь давайте детальнее остановимся на свойстве flex-direction. Сейчас мои элементы располагаются в ряд. Я записал явно значение по умолчанию для свойства flex-direction это row. Что это означает? Что мои элементы располагаются в ряд. При этом обратите внимание, что размещаться они начинают с левого края. Дело в том, что flex-direction устанавливает направление так называемой главной оси. Для того, чтобы наглядно продемонстрировать, что такое главная ось flex-контейнера, я открыл гайд по flexbox на сайте css-strix, ссылка будет в описании к уроку. И здесь вы можете увидеть, что у меня есть 4 возможных значения для flex-direction, row, row-reverse, column и column-reverse. И вот как визуально это выглядит. Когда мы используем значение row, то главная ось направлена слева направо. И мы размещаем элементы от левого края в правую сторону. Если мы используем значение row-reverse, то главная ось направлена справа налево. И мы размещаем элементы от правого края в левую сторону. То же самое верно и для колонок. Column это сверху вниз, начиная с верхнего края. Column-reverse это снизу вверх, начиная от нижнего края. Давайте посмотрим это вживую. Итак, я возвращаюсь на нашу страницу. Сейчас у нас значение row. Если я поставлю значение row-reverse, то я увижу, что мои элементы начали размещаться от правого края в левую сторону. Вот первый, второй, третий, четвертый, пятый. Теперь давайте установим здесь значение column. Итак, когда я устанавливаю значение column, элементы начинают размещаться сверху вниз от верхнего края. Если я установлю здесь значение column-reverse, то тогда элементы начнут размещаться с нижнего края вверх. Таким образом, свойство flex-direction определяет направление и начало главной оси. И от этого направления будет зависеть работа других свойств. Например, переноса или выравнивания. О котором мы поговорим в следующих видео. Продолжение следует...